здравствуйте дорогие друзья сейчас я хочу поднять одну спорную тему наверное для того чтобы породить некую дискуссию то есть я выскажу какое-то мнение и предлагаю в общем каждому и каждый из вас подумать на эту тему вероятно каждый из вас придет каким-то своим выводом кто-то со мной согласится кто-то со мной не согласится в общем вы все приглашаетесь оставлять ваше мнение в комментариях я хочу поговорить на тему весьма больную и для матерей и собственно даже для общества зачем вообще рождаются дети инвалиды то есть вот такой вот странный вопрос сначала давайте посмотрим на вообще на модель взаимоотношений между родителями и детьми есть модели более распространенные там в разных народах там у кого-то одно у кого-то другое очень разные отношения к детям например одно из этих отношений это что дети это собственность родителей они принадлежат родителям и в общем-то нужны исключительно для того чтобы содержать родителей в старости и чтобы работать там на семью на опять же на родителей эта модель предполагает несколько потребительское отношение к детям в этой модели ребенок в общем-то не ценность а инструмент и поэтому ребенок инвалид здесь вообще как бы не вписывается в эту модель он является просто как это сказать браком поскольку он не может функционировать как то что вот заложено этой модели другая модель ровно обратная она сейчас получила очень широкое распространение по всему миру в связи с либеральным воспитанием это когда родители делают все для детей живут для детей дети абсолютная ценность а родители как бы уходят на второй на третий план многие дети выросшие вот в такой модели семьи выходят получаются общем гедонистами считают что жить надо исключительно для получения удовольствий для удовлетворения собственных потребностей и в общем то что весь мир им исключительно должен в этой модели у нас обратная ситуация здесь дети считают себя гораздо важнее родителей и наверное имеют некоторый шок разочарование когда у них рождаются собственные дети поскольку эта модель она не очень понятно как она должна как бы передаваться дальше поскольку дети выросшие в такой модели семьи они имеют только опыт удовлетворения собственных потребностей и собственных желаний и редко имеют опыт и возможно так это сказать умение заботы о других ну есть в общем сбалансированное отношение когда семья живет как единое целое когда все ее члены поддерживают друг друга и в общем все помогают всем вопрос такой как правильно собственно правильно для каждого наверное что-то свое и каждый себе ответить на вопрос чего бы он хотел для себя и для своих детей ну лично для меня правильный это тот вариант когда семья живет как единое целое когда все члены этой семьи имеют хорошее отношение готовы прийти друг другу на помощь и заботиться друг о друге построение семьи это тяжелый ежедневный труд всех его членов ну в общем мы как бы основатели центра бы и родовед не скрываем того что мы не атеисты и наше видение мира основывается в первую очередь на признание существования всевышнего который этим миром управляет мы также верим знаем и чувствуем что все люди и все дети соответственно находятся под его контролем и опекой и каждый из детей рождается для того чтобы выполнить какую-то задачу то есть не бывает бессмысленной жизни каждый человек для чего-то нужен пусть даже это и непонятно с первого взгляда то есть мы просто не понимаем так сказать божественного замысла и поэтому то что нам кажется странным дикий может быть даже жестоким на самом деле в этот замысел вписывается и не что так сказать не происходит зря и ничто не происходит случайно и собственно вот в этой работе с детьми родители являются помощниками всевышнего выполнение этой задачи они приводят в мир новую душу божественную душу и они помогают получить ей необходимый опыт то есть они заботятся об этом ребенке они его воспитывают ну банально кормят одевают учат и так далее и вот каждая из вас мамочек вот необычных детей привела сюда в этот мир новую душу и у каждой из этих душ есть своя собственная задача собственно своя задача есть у каждой мамочки соответственно просто задача мамочки и ребенка ее всегда совместимы иначе по-другому быть не может так сказать чтобы мать могла выполнить свою задачу она должна получать помощь и вот этот ребенок это помощь вам в вашей задачи а вы соответственно помощи этому ребенку выполнение его задачи по крайней мере на том этапе пока этот ребенок с вами вы помогаете ему а он помогает вам и собственно опыт у каждого очень разный а болезнь это вообще особый опыт и очень сложно как бы нам сказать зачем такой опыт нужен вот этому конкретному ребенку или вот этим конкретным родителям и вот этим конкретным другим родственникам которые участвуют в его выращивании воспитании и лечении в общем мы придерживаемся мнения что каждый человек должен что-то исправить здесь в себе в этом мире то есть он как бы учит уроки и вот какие уроки учат родители таких вот деток в первую очередь это умение заботиться не надеясь на отдачу то есть это бескорыстная забота бескорыстная любовь соответственно это умение преодолевать трудности это умение планировать оценивать ситуации и очень многое другое которое связано что связано с бескорыстной любовью и заботой то есть бескорыстным даванием то есть такие родители они дают как бы ребенку не надеясь на отдачу и собственно как мы видим многие из таких родителей они дают не только своему ребенку они дают и другим окружающим как детям так и взрослым то есть вот у них такая задача и очень многие выполняют и и как бы честно и бескорыстно и вот эти уроки как бы они проходятся и что-то исправляется внутри души ребенка внутри души родителей и приводит как бы к большей зрелости души в первую очередь родителей задача и ответственность родителей в как бы в этом аспекте это забота о ребенке в процессе который он сможет приобрести опыт необходимый ему для исполнения своего предназначения как как уже сказано что мы можем и не знать какое-то предназначение но общем она обязательно есть вот например я на днях читал статью про одну девочку здесь в израиле которая родилась с довольно тяжелым дцп прошла кучу операций при полностью сохраненном интеллекте у нее было много неврологических проблем в итоге она выучилась на врача и устроилась теперь работать неврологом как раз работать с такими детьми как она сама то есть собственно это вот ее задача и она к ней стремилась всю жизнь ее родители ей в этом помогли и теперь она может ее выполнять дальше существуют соответственно другие варианты предназначений и многие вот из этих деток которые как бы были странными и необычными в детстве они потом достигают чего-то вот в каких-то областях причем они достигают вещей полезных обществу и соответственно общество тоже она учится работать с такими детьми с такими людьми потом то есть она учится как бы принимать вот этих особых своих членов и учится в первую очередь терпимости терпимости к инаковости то есть вот этот человек другой он не такой как все и тем не менее он имеет право на жизнь он имеет право на счастье он имеет право на самореализацию и в общем то общество тоже учится и поднимается и создает таким людям лучшие условия вот для их как бы выполнение их задачи общество учится способности помогать готовности помогать это выражается во многом то есть вот например скажем на западе много где сейчас распространены например программы типа инклюзии то есть когда особые дети учатся вместе с обычными детьми и обычных детей обучают как обращаться с такими детьми и как им помогать и есть специальные программы там приходят специальные люди рассказывают и даже играют то есть например там к моей дочери приходила группа приносил даже кукол со всякими ограничениями то есть кукла без ноги на костылях кукла еще какая-то и им рассказывали как с такими куклами обращаться и в общем они как-то я вижу результат то есть моя дочь не шарахнется не упадет в обморок если она встретит вот такого необычного как бы человека она ему поможет общество научается чувствовать боль своих членов и это очень важно в моем понимании и соответственно когда вот мы люди общество когда мы ежедневно как бы видим вот этих людей среди нас когда мы должны с ними взаимодействовать им помогать то мне кажется каждый должен понять что в общем никто не лучше другого то есть мы все живем в одном мире и мы все подвержены как бы одним и тем же процессом и в общем поэтому взаимовыручка она как бы необходимо она необходима вот каждому из нас почему потому что сегодня помогу я завтра помогут мне и вот эта взаимовыручка она выгодна обществу в целом и она выгодна всем его членам даже при том что казалось бы эти члены как бы тратят лишнее вот то что они бы могли оставить себе они потратят это на других но при этом так сказать на долгий срок и вот если взять все общество то вот это вот бескорыстная как бы трата ресурсов на других членов общества она выгодна всем вот это вот такое мое мнение в общем все приглашаются к дискуссии спасибо до свидания